51 миллион рублей на благоустройство получит Ленинский район Самары. Детали проекта «Городская среда» жители обсудили с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым. О том, какие работы будут проведены во дворах, узнал Владимир Маркин. Двор дома номер 23 на улице Клинической в этом году принимает участие в проекте «Городская среда». Все собрания проведены, подписи собраны. Активные жители подготовили необходимый перечень документов и подали заявку на благоустройство дворовой территории. На встрече с председателем Самарской губернской думы и региональным координатором федерального проекта Виктором Сазоновым обсуждают сроки. Вот по вашему двору он уже решен вопрос, вы обсуждали все. Поэтому я думаю, что к осени мы приедем смотреть, что сделано, как сделано. Дизайн проект уже составлен. Самое главное, отмечают жители, сделать освещение и привести в порядок детскую игровую площадку. «Площадка не очень большая и, конечно, здесь надо делать покрытие. В любом случае, спортивная площадка, это будем так говорить, это не капитальное строение. И если где-то что-то прорвется, ну что ж, прорвется, поднимут. Всего в этом году по Ленинскому внутригородскому району в проекте участвует 34 двора. На работы выделена самая большая сумма среди всех районов Самары – 51 миллион рублей. Еще один из таких дворов – на улице Красноармейской. Здесь, помимо благоустройства детских площадок, планируется ремонт фасада дома. Активное участие в подготовке к проекту «Городская среда» принял общественный совет. И принципиально важно, что вот в этой работе активную участие сейчас, работу проводят как раз общественные советы, которые в рамках реформ местного самоуправления, инициируемые губернатором Самарской области Николай Ивановичем Меркушкиным, реализуются в нашем регионе. Сначала даже переживали, как мы будем людям предлагать, как мы их организуем. А потом мы увидели отклик, и нам очень понравилось. То есть их реакции, и люди сами хотят работать для того, чтобы жить в более красивом городе, в более благоустроенном городе, что-то сделать для пожилых людей, для детишек, для маленьких. Что и как будет сделано во дворе, определили сами жители и утвердили виды работ. Осталось дождаться поступления средств и начала благоустройства. Средства будут реализовываться через субсидии управляющим компаниям, которые обслуживают данный дом. Жители уже с управляющей компанией будут работать на предмет контроля выполнения всех этапов работы. В этом году в Самаре будет отремонтировано порядка полутора тысяч дворов. Владимир Маркин, Александр Дудко, Новости губернии.